Хочешь в клетку потренироваться? Кто проигрывает, тот получает. По бороде. Александр, добрый день. Как вы относитесь к боям ММА? Вы звезда бокса. Как вы относитесь к ММА? Мне не очень нравится такое название, как звезда бокса. Ну, звезда. Боя боксер. Я нормально отношусь к смешанным единоборствам. Я смотрю и мне нравится, когда они ногами бьют, руками, используют борцовскую какую-то технику. Нормально. Очень хорошо отношусь к этому. Такой вопрос. Как давно вы следите за боями ММА? Вот промоушен WWC, это, можно сказать, наш украинский промоушен. Промоушен UFC такой самый известный. Ну, вот я же говорю, мировые соревнования UFC, то есть я давно смотрю, не знаю, как они. Я еще смотрел, когда... Я такого первого бойца, помню, как Олег Токтаров. Да-да-да, есть, да. Ну, я еще смотрел, как он там бился. Но потом это все как бы начало развиваться. И так вот, смотрите, на каком это уровне сейчас. Хорошо, смотрите, у бойцов ММА база бокса является одной из основных. То есть хорошие руки должны быть поставлены по-любому. Да. Такой вопрос из вашего опыта. Вы кому-нибудь помогали из бойцов UFC, о, не UFC, из бойцов ММА кому-то ставить руки? Нет, я же не работаю тренером. Мне еще самому надо учиться. Так что не было такого. Я ходил в залы к своим, простите, к своим друзьям, которые тренируют. И там, где ребята участвуют, там, в кикбоксинге, еще в каких-то свешенных гидроборствах. Ты показывал просто боксерскую тренировку проводили. Но, чтобы лично кому-то, я этого не делал. Ну, вы знаете, этот опыт, это уже им должно помочь. От чемпиона, я думаю, это должно помочь. Прикольная тренировка просто получилась. Ребята слушают, ребята выполняют, стараются выполнять. Хотя, я не думаю, что они делают это каждый день, да. Но, тем не менее, им понравилось. Как бы мы посидели, пообщались с ними. Потом после тренировки попили чая. И они задавали какие-то вопросы. И они зарядились вашей энергией. Было очень хорошее настроение. И у меня, в принципе, тоже было отличное настроение. Потому что я, если честно, не ожидал, что будет так тепло. Александр, а что вы ожидаете от турнира WWC Caching Counter 7? Я вот ожидаю, я приду, я посмотрю. Мне понравилось пару ребят. Ну, там и организаторы говорят, там, вот это такое, это такое. Как бы то, что они делают. Вот тяжик мне понравился. У него так руки собранные такие. У Трэвиса? Нет, нашего. У нашего, Сергея, да? Да, да, руки собранные так. Трэвис, ладно, я не буду забегать наперед, но мы все посмотрим послезавтра. Хорошо, эксклюзивный прогноз от вас по поводу боя. Я не делаю прогнозы, потому что я вот скажу, а все может поменяться, и я таким буду, получается, треплом. Мы это все увидим, как бы. Это не мой вид спорта, я вам не могу сказать. Если бы это был бокс, я бы, предположительно, дал бы какие-то соотношения процентов. Примерно. Ну да. А тут-то я, не знаю, мне кажется, что я такие официальные соревнования, как Мотокло, я буду посещать, ну, там, третий или четвертый раз. А, я понял. Я как бы так, ну, не ходил на такие официальные мероприятия. По телевизору смотрел, а вживую не ходил. Я понял. А рискнули бы сами выйти в Гексагон? Вы знаете, если бы у меня не получилось в боксе ничего, то интересно. Как бы, ногами мне нравится бить, как бы, ну, и борьбой я, как бы, ну, так, для себя занимаюсь. Ну, можно было бы что-то сделать. Но у меня вроде, слава богу, с боксом нормально, так что я буду так по-своему идти. А можно такой вопрос? Один из важных вопросов переходов бойцов ММА в бокс, такой, как Конор Макгрегор, вот, хочет сплеснуться с Мэйвезером. Ваше мнение по этому поводу? Мое мнение я вам объясню какое. Это позор боксу будет, если Конор Макгрегор будет боксировать с Флойд Мэйвезером. Смотрите, ну, если так мы возьмем, Конор Макгрегор, это, там, мега популярный человек в смешанных единоборствах, да, там. А Флойд Мэйвезер был номер один в боксе, сейчас он завязал, да. И вот такой человек, как Флойд Мэйвезер, если позволит Конору Макгрегору боксировать по правилам бокса, ну, это будет неуважение, во-первых, к боксу, а во-вторых, ну, я не вижу вообще ни единого шанса, что Конор Макгрегор может Флойда Мэйвезера выиграть по очкам. Флойд просто будет издеваться над ним по боксу, и все. Ну, они заработают кучу бабок, вот это плюс. Ну, это будет больше шоу. Это будет больше шоу, и у их детей будет капитал, им не надо будет работать, вот и все. Это просто огромное шоу. Каждый... Пускай они дерутся, бокс, вот в клетке пускай дерутся. Вот это классно. Хорошо, каждый спортсмен должен оставаться, боксер должен оставаться в боксе, смешка должна оставаться в смешке. Если ты выбрал какое-то направление, к примеру, только бокс, ты должен, ну, идти по нем. Если у тебя что-то не получается, и ты видишь, что у тебя получится в сменьшенных единоборствах, пожалуйста. Ну, тут ничего такого нет. Я не говорю, что переходить из видов спорта, ну, нельзя. Я думаю, что нельзя соединять эти виды спорта и боксировать, ну... Слушай, ну, это их проблемы, как бы, это я сказал свое. Ну, это лишь то ваше, мы хотели пойти в Солаха. Это будет полная чемпаха, как бы, неуважение полное будет к боксу и все. Ну, кэш, кэш, он не имеет никаких... Моральных принцов. Да, да, и все, так что на первом месте там, наверное, это.